Хрю-хрю, ребята, с вами Штукенция. Сегодня хочу поговорить про проект Дау, его этические стороны вообще, про то, что это за проект такой. На самом деле это удивительная история. Вы помните, рассказывала про Марину Абрамович? Это такая перформанс леди, которая всякие делает раскаченные перформансы. И я как раз через нее увидела этот проект. То есть я узнала, что она участвует в этом проекте. И обалдела. Короче, что такое проект Дау? Проект Дау это по сути арт-проект. Один из самых масштабных арт-проектов, который существует на Земле. Он длился порядка 10 лет суммарно. И в общем, как я поняла, года 3, по-моему так, люди, 400, может быть даже больше, по-моему говорят, 400-700 человек, жили в абсолютно закрытом пространстве. Это пространство воспроизводило Советский Союз. Пространство было построено в Харькове вроде бы. Там все так немножко мутно, потому что про этот проект очень много слухов, очень мало информации точной, потому что он такой закрытый, как Советский Союз, знаете. Вообще, все, что касается этого проекта, очень похоже на Советский Союз. Много бюрократии, очень все закрыто, много слухов, ничего не понятно. Но это как арт-проект, он, собственно, так и создан, чтобы быть похожим на Советский Союз. И воссоздается институт, в котором работает Дао. Дао это как фамилия Ландао, знаете, такой есть ученый. И вообще, изначально проект задумывался как автобиографический фильм или какой-то арт-проект по мотивам жизни Ландао. А о его жизни написала его жена книгу. Ну, такая, знаете, популярная, что, например, женщина живет с каким-то мужчиной. Типа, помните, жена Пикассо написала книгу про него. Ну, многие жены писали про своих мужей. И вот про Ландао тоже написала его жена. И хотелось сделать экранизацию, а потом, короче, проект совершенно принял другую идею. И он, в конце концов, вообще перестал быть про жизнь Ландао. И вообще никак с этим не связано. Но смысл в том, что воссоздали институт, полностью похожий на Советский Союз. Там жили люди в закрытом пространстве, они не могли выходить. Они там и жили, и работали, и все такое. Ну, как бы, не только институт, там пространство было целое. Вот. И им платили деньги советскими рублями. Они ходили, покупали в специальные магазины советскую еду. Все было как в Советском Союзе. Ну, насколько это возможно, воссоздать. Вот. Там одежда была из Советского Союза, вплоть до нижнего белья у людей. И люди, которые согласились участвовать в этом проекте, там, представляете, три года безвылазно жили в этом арт-пространстве. Просто не выходя оттуда. Там и семьи жили, и просто... И причем актеров там особо не было. Там, по-моему, актер была всего лишь парочка или одна какая-то женщина, которая играла жену Ландао. Это была актриса. А все остальные, это обычные люди. Никакие не актеры. И они вообще просто так там участвовали. Это, по сути, даже был такой социальный эксперимент, когда, знаете, людей поместили в это арт-пространство. Там были определенные правила. То есть у кого-то были какие-то роли. То есть каждый не обязательно играл ровно самого себя. У некоторых была роль. Ты там мать вот этого парня, а ты там ученый. Но часто ученые играли ученых. То есть вот реально, например, физик, лауреат Нобелевской премии принял участие в этом проекте. И он играл физика. Вот, например. Или был музыкант, который играл музыканта. То есть он вроде бы играл типа самого себя, но не обязательно. Вот так скажем. Но иногда это не совпадало. Например, актриса играла жену этого физика, хотя она актриса. То есть очень такой спорный проект именно по наполнению. И люди, которые в нем участвовали, они жили как за стеклом. Знаете, есть шоу Трумана, есть там шоу за стеклом, там Большой Брат и так далее. И вот по сути они жили в этом пространстве, абсолютно не могли из него выйти. У них не было четко прописанных ролей, никаких фраз. И никто не сказал, что конкретно они должны делать. Они полностью импровизировали. То есть они просто получили некие вводные данные и стали жить в этом арт-пространстве. И, соответственно, все, что там было, снималось на камеры. Ходил, ну операторы снимали, но все снималось на камеры. В итоге, после трех лет этого проекта, осталось там 700 часов видеозаписей. Из этих часов намонтировали, по-моему, 13 фильмов. То есть это получился такой многосериал такой определенный. 13 фильмов. Серия Дау. И также сейчас, вот прямо сейчас, идет презентация этого, результатов этого проекта. И посмотреть это можно в Париже. Потом можно будет, по-моему, в Берлине, в Лондоне. И сейчас все, короче, весь мир об этом Дау как бы жужжит. Вот. Я даже тоже с Колью говорю, может, поедем в Париже. Ну не знаю, вряд ли мы поедем. Я что-то так посмотрела. Много видео есть в интернете, уже можно посмотреть оттуда. Вот. Ну в чем смысл? Чтобы теперь попасть в этот проект, нужно купить визу. То есть это как попасть в Советский Союз, купить визу специальную. Ты приходишь, получаешь визу. Есть виза на 6 часов, есть виза на 12 часов, есть виза на целый месяц. То есть чисто теоретически вы можете целый месяц провести в этом проекте. Вместе с актерами, вместе со всей этой атмосферой, атрибутикой. И там показывают фильмы, там идут концерт, там идет просто какая-то обычная жизнь. Люди живут. Те же самые, которые жили в этом проекте уже 3 года вместе. Вот. И вы можете стать частью как бы этого перформанса. Причем там происходили жесткие вещи. Ужасные в смысле. Ну ужасные, их сложно назвать прям ужасными, но странные. То есть представляете, 3 года люди жили в закрытом пространстве. Естественно, что они занимались сексом. Там ругались, дрались. У них были конфликты. Какие-то вопросы решали. Какое-то насилие было. Ну представляете, совершенно случайные люди. Психологически нифига может быть даже несовместимые. Живут в закрытом пространстве. Среди них есть как ученые, очень умные там какие-то всякие люди. Есть люди, которые просто с улицы там работают официанткой или уборщиком. Есть те... Да. Это отличается от Дома-2 как бы замыслом, что в Доме-2 у него нет идеи. То есть в Доме-2 есть идея в том, что люди приходят строить любовь. И они приходят, ищут себе пару, и как бы фишка построить любовь. А здесь именно этот замысел был в том, чтобы воссоздать Советский Союз, и люди получили роли. То есть ты заходишь, и тебе говорят, ты ученый в Советском Союзе. Хотя человек он же из современности, и он тоже может быть ученый. Но ему нужно переместиться в Советский Союз. Но при этом у него нет никаких ролей, у него нет никаких фраз, у него нет никаких даже конкретных целей, что ему надо делать. Но поскольку он и так ученый в реальной жизни, он в принципе ведет такую же жизнь ученого, только в этом институте. Но так как он сам из Советского Союза, этот человек, он же однажды уже работал в Советском Союзе. Он пытается вспомнить, как он работал в закрытом каком-нибудь научном институте и воспроизводит это в виде, ну не знаю, игры какой-то. А остальные люди тоже в это включаются, потому что все участники этого проекта это люди, которые по сути родились в Советском Союзе. И они там жили. И они жили во все это время, они реально там жили. Просто потом все изменилось, и сейчас они это воссоздали. И вот как бы эти люди туда-обратно поместились. Ну вот такая типа идея. И так как все снималось на камеру, соответственно, куча записанных всяких сюжетов. Типа знаете, например, там одна... Причем участники, там есть участник, который снимался с Веркой Сердючкой в дуэте. Вот она тоже играет. Она играет маму какого-то душевно больного парня. А этот парень, который участвует в этом проекте, он реально вроде бы с ним какая-то болезнь. То есть такие, знаете, совершенно спорные вещи, когда человека с психическим отклонением играет человек с психическим отклонением. Ну то есть вот так, в таком духе. Ну и соответственно, там есть совершенно невероятные сцены, которые реально записаны, где типа мама, которая играет эту маму, занимается сексом там со своим сыном. То есть там инцест происходит. И реально, то есть она ему во время секса говорит типа, ну типа мой сын, что-то в этом духе. Ну понятно, что это они вроде бы актеры, но при этом они... Ну не знаю, и вроде бы и не актеры тоже. Не знаю, в этом какой-то такой странный дуализм, когда люди вроде бы актеры, потому что это арт-проект, что это... Ну люди снимают фильм, я не знаю, снимают какой-то... Ну что-то происходит такое. Но в то же время в этом столько всего реального, что ты иногда как бы забываешь, что ли это арт-проект, то ли это реальная жизнь. А особенно с учетом того, что люди в этом пространстве жили три года, представляете ли, там два года некоторые люди, некоторые три года. Это очень длинное время, и люди перестали уже играть в какой-то момент. Они просто вжились в эти роли, и они просто уже как... Ну просто стали жить в этом пространстве, как люди. И в этом интересе, по сути, получается такой социальный эксперимент, который провел этот режиссер. У него сейчас очень... Ну как бы идут спорные отзывы. Например, он открылся в Париже совсем недавно, и уже люди там... Кто-то его стал бойкотировать, общественность. Ну представляете, европейцы, у которых там какие-то стандарты, я не знаю, морали и прочего. И они такие, типа, что за херня, людей поселили? Они там какой-то снимают... Ну реально инцест, я не знаю, или какое-то насилие есть. Ну чуть ли не изнасилование есть какие-то там... Ну при том, людей, которые участвовали во всем этом, естественно, они все взрослые, и они дали согласие на все это. Естественно, когда снимали видео, каждый кусок видео показывали этим актерам и спрашивали, можно ли это опубликовать. То есть не было такого, что сняли что-то типа скрытой камерой, потом это все опубликовали. Такого вообще не было. Каждый кусок показывали участникам, и они соглашались, типа, можно это показывать или нет. Но так как они согласились, и это уже показали, и там есть такие сцены, которые шокируют вообще людей в целом, это еще больше шокирует. То есть ты понимаешь, окей, это не снято скрытой камерой, как вот, знаете, можно быть, иногда разоблачают каких-то политиков или кого-то, снимают скрытой камерой, где люди занимаются там какими-то непристойностями, и ты думаешь, о боже, о боже, ну ладно, это же сняли скрытой камерой. Но тут еще это все более жестко, потому что люди на это сами согласны были, они сами в этом приняли участие, а потом еще сами согласились, чтобы это всем показали. В общем, в этом какой-то, знаете, тройной шок получается. Вот, ну и, естественно, сама по себе атмосфера этого арт-пространства очень стрёмная, потому что там воссоздается именно такой период Советского Союза, когда вот все закрытое, все ничего нельзя, все нужно шушукаться, знаете, все как-то вот так вот, какое-то все сники-пики, вот такое. Соответственно, люди, которые попали в этот момент, в это арт-пространство, тоже начинают себя таким образом вести, они, видимо, ну кто-то вспоминает это, кто-то это просто имитирует. Естественно, там были люди, которые, может быть, и не помнят этого, ну таких моментов, но они, видя вообще атмосферу вокруг, всю вот эту какую-то бюрократию невероятную, видя, что вокруг происходит, они начинают как-то мимикрировать. При этом там были правила, которые вроде бы были, но которых вроде бы и не было. Например, было такое правило, что людям нельзя употреблять современный сленг, ну типа говорить там, я не знаю, айфоны, инстаграм, ну потому что в то время в Советском Союзе не было айфонов и инстаграмов. Ну как бы такие правила были, или, например, не использовать какие-то словечки, которые появились вот недавно еще, всякие там, не знаю, поп-музыку не упоминать, которая появилась потом. Но поскольку, естественно, люди про все это быстро забыли, то получилось, что они, естественно, все равно говорят и про инстаграм, и про музыку, и про все, что появилось намного позже, но при этом находятся в атмосфере вот этого импровизированного Советского Союза. И это все еще более странно получается, что люди в одежде из Советского Союза ведут себя вроде как, ведут какие-то научные исследования, потому что суть вообще этого проекта это, ну, институт. Люди в институте ведут какие-то закрытые научные исследования, ну, такая вот задумка. И вот там много людей, они все что-то там делают, там кто-то ученый, кто-то там уборщица, кто-то, кто-то, ну, какая-то жизнь там происходит. Вот, и представляете, как все это странно. Вот, сейчас, когда они уже все это доделали, весь проект как бы завершен, сейчас идет презентация этого проекта, она будет идти еще две недели в Париже в трех местах, в центре Помпиду, еще в каком-то музее, где-то еще вот в трех местах. Потом она переместится, по-моему, в Берлин, потом в Лондон. Не знаю, будет ли она в Москве, пока сейчас ничего не понятно. Я бы, если в Москве я бы сходила, ну, просто, блин, ехать на два дня ради какой-то фигни вот такой. Ну, вроде бы тоже интересно. Не знаю, такое у меня смутное чувство насчет этого. Вот, и главное, я когда узнала про этот проект, я подумала, хм, у этого проекта очень много вопросов. Во-первых, такого не делали еще никогда. Это впервые в истории, я не знаю, арт-пространства, впервые в истории культуры, впервые в истории перформанса какого-то. Вот такой проект. Да, было шоу за стеклом, да, было шоу Трумана, да, было еще какие-то шоу, но эти шоу, они задумывались как развлекательное шоу. И в нем не было, ну, как, знаете, ведь можно, вот чем отличается, я не знаю, картина художника от просто, ну, каких-то, ну, просто того, что человек просто что-то, не знаю, на бумажке нарисовал. У художника у него всегда есть какой-то замысел, у него есть некая арт, какое-то видение, у него есть, он пытается что-то сделать. И он это как бы целенаправленно делает, у него вот есть правила, задумка, у него есть какое-то видение, какой-то смысл во всем этом. А шоу это просто, по сути, шоу. То есть это похоже внешне, но это не является, ну, как, объектом искусства. Можно так это объяснить. В целом я чувствую большую разницу, потому что даже шоу за стеклом там люди, ну, не все участники этого шоу за стеклом живут три года, не выходя из этого шоу. Там обычно люди меняются, или там этот проект длится, ну, не три года, он там длится, ну, я не знаю, месяц, например. Люди сидят месяц заперти, потом они там все переругались, ну, и два месяца. А тут люди три года живут, понимаете, одни и те же, по сути. Никто не меняется, никто не уходит, никто не приходит, все одни и те же люди. Они как бы туда бы заселились. Получалось такая, как environment определенный. Как, знаете, мышей поселили вот в закрытое пространство. Они там сидят, они там что-то вот делают. Притом нет никакой цели такой, знаете, как, например, в шоу за стеклом есть цель построить любовь. Если ты построил пару, ты остаешься, если ты не построил, ты уходишь. Ну, такая история. Я не знаю, шоу «Стань звездой». Если ты там хорошо спел песню, ты остаешься. Про какое-то есть какое-то соревнование, не знаю, какое-то что-то в этом есть. А здесь никакой цели нет. Ведь это же выдуманный научный институт, в котором люди проводят выдуманные научные исследования. То есть они не могут там открыть ядерную бомбу, потому что, ну, как бы нет такой цели. Они вроде играют в эту жизнь, но в то же время визуально это очень похоже на что-то настоящее. И там нет такого, что ты, если вдруг получил какой-то результат, это все заканчивается. Такого тоже нет. То есть просто у людей есть такое ощущение, что им надо вот жить там. Это просто жизнь ради жизни, без какой-то конкретной цели, без какого-то конкретного вывода. И главное, что когда все это началось, режиссер, который это все придумал, он такой говорит, я не знаю, что из этого получится. То есть я хочу снять, конечно, фильм. По идее у него была задумка снять фильм. И вот таким образом как бы просто создать условия для съемки фильма. Но он сам не ожидал вообще, что будет происходить внутри этого пространства. Он не ожидал, что он увидит то, что он увидел, и что они снимут то, что они сняли. И он просто сам в шоке от всего этого был. И в этом тоже, знаете, есть какой-то элемент перформанса, когда ты задаешь некоторые начальные условия своему эксперименту или арт-проекту. А дальше ты просто наблюдаешь, что происходит, и просто фиксируешь это на камеру. И он думал, что это будет один фильм, а получилось там 13 фильмов, понимаете? Или он думал, что люди, не знаю, как он себе это представлял, но то, что там было, это никто даже представить себе не мог, что может произойти именно это. Что люди начнут вот такие вещи делать, что там будет какое-то насилие, или что люди начнут сексом, каким-то инцестом заниматься. Ну, причем это же обычные люди, это наши с вами современники, это люди, которых мы с вами по телеку видели, я не знаю. То есть это вот обычные люди, и никто их не мучил, никто их не заставлял, никто им даже за это деньги не платил никакие, кроме вот этих вот советских рублей, на которые они могли ходить и покупать советскую еду в советской столовой, понимаете? Это вообще нонсенс, ну реально, то есть когда ты на все это смотришь, ты такой, пытаешься понять, как-то это осознать, и это очень сложно осознать, потому что это как, знаете, это как понять жизнь. Вот попробуй пойми жизнь, в чем смысл этой жизни, что происходит в этой жизни, зачем это все происходит, ты смотришь, когда со стороны на все это, и реально не врубаешься, зачем это все, почему это все, почему все это именно так. И мне вот этот проект, он, знаете, ну Советский Союз, меня тема не очень интересует, потому что у меня нет какой-то ностальгии по Советскому Союзу, ну и в целом я как-то не фанат. Но тем не менее это интересная задумка, потому что все, что связано в итоге с этим проектом, все отзывы, вот если почитать отзывы любого человека, который видел проект DAO, просто в ютубе поищите или там какие-то статьи, у вас будет полное ощущение, что вы считаете отзыв о чем-то связанном с Совком. То есть ничего не понятно, все как-то мутно, как-то все очень глобально и в то же время все очень низменно, все как-то очень закручно-замудренно, какая-то невероятная задумка, все как-то, понимаете, то есть, не знаю, какая-то полная куча противоречий во всем этом. Или, например, люди, которые пришли на проект DAO, я посмотрела пару отзывов, там чувак какой-то рассказывал, что он пришел и там, например, ты хочешь получить визу, сначала типа стоишь в очереди, реально какая-то бюрократия, платишь, потом ждешь, то есть, знаете, как вот в наших каких-то бюрократических местах, ты сидишь там два часа, ждешь какую-то бумажку, то же самое, сидишь, ждешь какую-то бумажку, визу, потом тебе дают какую-то фигню, которая не работает. Тебе посылают в одно место, там что-то все по-другому, то есть, реально какой-то хаос есть, при этом никто ничего не знает, он говорит, я прихожу внутрь арт-пространства, люди просто чем-то заняты, но они там живут, прикиньте, там институт, все чем-то заняты, ты кого-то спрашиваешь, никто ничего не знает, они просто типа там находятся, и ты такой пришел, что вообще происходит, понимаете, люди в шоке. Вот такая вот история, очень много негативных отзывов на этот проект я прочитала, то есть, позитивных я вообще не прочитала, потому что люди реально не врубаются, что это, зачем это, как это, нет какого-то осмысления этого проекта еще, потому что он только-только-только завершился, и как бы очень сложно осознать что-то, что только сейчас появилось, оно реально странное. То есть, в этом, ну, в этом очень много всего, но и в то же время очень сложно это много всего объяснить. Это и жизнь, вот это вот жизненные процессы, это и закрытое пространство, это и психология малых и больших групп, это, ну, миллион всяких вот, знаете, аспектов, на которые хочется обратить внимание. И все эти видеозаписи, которые можно посмотреть, как люди просто там, ну, что они делают в этой ситуации, как они себя ведут, почему они себя так ведут, что это за психотипы, как они изменились, например, эти люди, например, очень волнует вопрос, вот как эти люди поменялись за это время. То есть, представляете, три года прожить, ну, я не знаю, как сказать, вроде и не в тюрьме, понимаете, но в то же время все-таки в очень странном месте, из которого ты не можешь выйти, и ты живешь в каком-то институте в Советском Союзе, можно реально, мне кажется, немножко поехать крышей в каком-то смысле, потому что, ну, одно дело там денек посидеть, понимаете, даже люди, которые приходят туда на экскурсию, вот, ну, в этот проект, человек говорит, я посидел там шесть часов, я реально просто не... ничего не понимаю, ты выходишь такой, типа, чего это было, а представляете, прожить там месяц, а полгода, а год, а два, а три, то есть, ты не понимаешь, а как это, как это, что это за опыт такой, что это за вообще, что это такое, как это влияет на человека, что он понимает в этой ситуации, это же вроде как непрекращающаяся перформанс, перформанс, и ты понимаешь, что это перформанс, потому что, ну, ты же не дурак, ты же знаешь, что я живу в 2019 году, например, но при этом ты вроде в Советском Союзе, не знаю, это реально странно, вот такая история, ребята, мне было бы интересно узнать вообще ваше мнение на тему этого проекта, я думаю, что вы о нем ничего не слышали, потому что я сама о нем недавно только услышала, и думаю, что вы впервые от меня о нем узнали, но если не впервые, рассказывайте, что вы о нем думаете, рассказывайте просто ваше мнение, потому что я думаю, что это еще только, знаете, как вот начало, как первая ласточка, и я думаю, что многие ученые, многие люди будут обдумывать этот проект, анализировать этот проект, анализировать результаты этого проекта, вообще как-то пытаться это все осознать, потому что это что-то такое очень глобальное, что-то такое очень странное, что-то такое очень необычное, но что-то, что в духе вот этого современного искусства, знаете, в духе вот этого сочетания перформанса, видео, всего вместе, вот это какой-то комплекс экспериментов художественных, которые люди ставят сами над собой по своей собственной воле, потому что зачем-то им нужно это делать, зачем-то они чувствуют в этом важность, зачем-то они чувствуют в этом необходимость, все эти люди, гигантское количество людей, живущих на земле, чувствуют, что им необходимо было принять в этом участие, понимаете, почему-то это сейчас произошло, я не знаю, не за деньги, понимаете, даже вот эти шоу за стеклом, вот люди хотят славы, люди хотят популярность, еще можно понять, зачем люди идут в шоу Дом-2, они хотят из какой-то там Задрюпинска приехать на телеканал, на какое-то крутое шоу, чтобы о них все узнали, чтобы они стали звездами, заработать популярность, деньги, славу, ну можно понять, зачем люди в этом участвуют, но проект Дау, ты не становишься популярным, это, наверное, самый вообще нишевой проект, который можно себе представить, о нем вообще никто не знал все эти годы, ну может быть какие-то очень узкие круги там, которые интересуются каким-то там искусством, что-то про это слышали, никто точно не знает, кто конкретно участвует в этом проекте, потому что нигде нет никаких списков, никто это особо не пиарит, если вы найдете, например, инстаграм этого проекта, называется Дау Институт, так и пишется Дау, там нижнее подчеркивание, ли-институт в инстаграме, там 4000 подписчиков, как бы, чего, ну вообще ноль, понимаете, ну да, написали какие-то пару статей в каких-то там сейчас СМИ, но я имею в виду, никто ничего там про этих людей не знает, эти люди, которые, например, участвовали, ну некоторые из них, это очень известные люди, например, по-моему, в этом проекте участвовал Жерар Депардье, то есть как бы ему нахера сдался пиар, ну то есть, по-моему, нет, там участвовала Марина Абрамович, это самый известный перформер мира сейчас, то есть это она скорее пиарит этот проект, чем он пиарит ее, понимаете, там участвовал Нобелевский лауряд, который как бы в своей области добился всего, ему не нужен никакой пиар, блин, ну он физик, он реальный чувак, который занимается наукой, зачем он в этом участвовал, понимаете, ты не понимаешь, зачем он в этом участвовал, почему такие люди участвуют, ну там еще можно посмотреть, какие-то есть люди, даже вы не можете всех этих людей особо найти, потому что кто они, что они, ничего не понятно, какая-то вот такая, знаете, история очень странная, и она, с одной стороны, очень вдохновляет, а с другой стороны, заставляет тебя вообще задуматься о том, что же сегодня происходит, а что вообще такое происходит сегодня в мире, что людям это понадобилось, что они захотели этого, они почему-то захотели попасть в эту историю, зачем, что они там искали, нашли они это или не нашли, совершенно непонятно, очень интересно было бы узнать ваши мысли, жду с нетерпением, хочу с вами обсудить проект Дао, может быть кто-то даже из вас ездил смотреть этот проект, может быть кто-то собирается поехать после того, как вы узнали, какие у вас ощущения вызывает этот проект, меня реально он так захватил, я не знаю, хочу ли от этого попасть, скорее нет, я просто хочу как-то обсудить его с кем-то, хочу как-то поговорить об этом что ли, хочу больше информации про этот проект узнать, пока сейчас очень мало информации, я думаю она будет появляться постепенно, постепенно, фильмы может быть, фильмы я себе представляю, знаете, я даже, когда я прочитала как бы базовые установки этого проекта, я прям уже представила себе эти фильмы, это фильмы очень похожи на то, как мы делали, например, прямой эфир в течение месяца с Тангаром, вот в прошлом году, когда у нас была забастовка за то, чтобы наши каналы разблокировали, мы были прямой 24 часа на 7 в прямом эфире, мы спали, ели и все делали в прямом эфире, но только вот извините, сексом не занимались, и знаете, я могу себе представить, на что похожи эти фильмы, я прям их как бы вижу, это вот жизнь, просто фильмы про жизнь, просто та жизнь, которую обычно люди не могут нигде увидеть в кино, да, они могут увидеть ее вокруг себя немножко, но тоже не все, что-то от них скрыто, то есть мы видим в реальной жизни какие-то, знаете, такие вспышки, это чуть-чуть, это чуть-чуть, а здесь показано все, и вы можете как в прозрачном стекле увидеть реальную жизнь, и это, конечно, пугает, потому что реальная жизнь, она немного ссыкотная такая, ты не хочешь ее видеть, ты думаешь, нет, она красивая, жизнь классная, жизнь такая правильная, в ней люди ведут себя как-то по-другому, я не знаю, но нет, ну, люди, конечно же, разные бывают, все это понятно, жду ваши комментарии, пока!